Приветствую вас. Застенчивость связана с обесцениванием себя. Застенчивость связана с чувством стыда. Чувство стыда, в свою очередь, связано с недоверием, с таким осаждением того, что вам важно. И, соответственно, непринятием своих чувств, непринятием того, что вам кажется ценным, важным и прочее. С одной стороны. С другой стороны, это же отсутствие личных границ при взаимодействии с другими людьми. Потому что, когда вам говорят что-то негативное, вы принимаете на свой счет. Например, вы говорите, что унижают и наезжают на меня. И что у меня вкатятся слезы из-за этого. Хотя это всего на всего и ваши коллеги, которые вам вообще никто, с которыми вы работаете. Но это вызывает у вас негативные ощущения. То есть вы принимаете на свой счет то, что они говорят. Если вы принимаете на свой счет то, что они говорят, вы выражаете неким таким образом некую готовность, некую готовность принять то, что они вам говорят на свой счет. Что свидетельствует о несформированности ваших представлений о самой себе. Что свидетельствует о том, что вы не полагаетесь на себя при взаимодействии с другими людьми, а больше полагаетесь на других людей. И вот вы пишите, что в университете попались нормальные девчонки. То есть что такое нормальные девчонки? Это дружелюбные люди и коллеги тоже. Но такое ощущение, что вы пытаетесь в других людях отыскать некую себе поддержку. И понятно, что это по факту подавление своих желаний идет. То есть, проживая, например, с бабочкой и мамой, совершенно очевидно, что вы были в не самых свободных условиях. И вот вас, вероятно, отследили, вероятно, отследила ваша бабочка как раз таки. Вот. Есть здесь и культивация женщины, и культивация мужчины. То есть имеется в виду, что мужчины и женщины это очень разные и вообще из разных миров существа. Вот. Хотя по факту это не так, безусловно. Вот. Я полагаю, с этим связано то, что вы одна, что вам в судьбу в семье нет мужчины, нет семьи. И когда об этом вы им тоже не говорите, не говорите. Смотрите, ничего преодолевать вам не нужно. Здесь скорее важно именно вот принять выживство. Принять себя, потому что сейчас вы считаете себя, я уверен, вы считаете себя какой-то не такой. Вы считаете, что с вами что-то не так. Вы считаете, что вы там куча других. То есть где-то такое вот сравнивание. И очень много всего вы принимаете на свой счет. По факту вы просто не верите в себя, вы себе не верите. А не верите в себя, потому что сомневаюсь. Сама вера, да, она... Ну, вера, она как бы... Вера, она так, либо она есть, либо и нет. Но вы вне зависимости от того верите или нет, вы есть. И вне зависимости от того верите вы или нет, вы чувствуете что. И ваше чувство имеет значение. И ваше чувство имеет очень большое, серьезное значение. Но вы их не принимаете. Потому что собрать нужно правильно, потому что действовать нужно правильно. Потому что если меня ругают, я чем-то послужил, даже если считаю, что не виноват. То это вот такая вот история. Я могу ошибаться, но пока все указывает на то, что у вас были довольно стройки на весле. Вот. Либо они наоборот были очень такие вот... Очень-очень ласковые, очень-очень мягкие. Вот. Очень-очень такие вот гиперопекающие. Что, собственно, сделало вас не готовы к взаимодействиям с людьми в реальном мире. Итак. Я очень застенчивый человек. Мне уже 31 год. А что для вас имеет... Какое значение для вас имеет возраст? Очень важно. То есть, почему вы говорите мне уже? 31 год. Что это имеется в виду? Что вы вкладываете в уже? Почему уже? Дальше. В компаниях людей сижу молчу. На работе с меня что-то сказать. Из-за чего? Вы обесцениваете себя. Да, вы обесцениваете, что я вам сейчас сказал. Ну, звучит это примерно так. Ну, что я могу сказать, да? Что я знаю, я же в этом не разбираюсь. Есть проблемы в общении. Когда начинаются проблемы в общении? Ну, начинаются тогда, в частности, когда человек имеет трудности со своим интересом. То есть, вот имеет трудности с тем, что ему интересно. Если вы имеете трудности с тем, что вам интересно, если вы там, ну, к примеру, к примеру, если вы сомневаетесь в том, что вам интересно вообще. А если у вас нет каких-то вот таких ярко выраженных интересов, допустим, то вот, собственно, у вас уже есть предпосылки для того, чтобы испытывать трудности в общении с людьми. Потому что говорить не очень. Если я хочу что-то сказать, у меня хом в горле, не могу говорить, боюсь сказать что-то не то. Вот. Видите, здесь страх сказать что-то не то. История такая. Это страх оценки. Это уверенность в том, что вы можете сказать что-то не так. Это уверенность в том, что другие люди знают лучше вас. Ну, собственно, тем. Вот. И это подавление особенно. То есть, вас в детстве или, ну, когда-то в этом возрасте, вас, в общем-то, затыкали. Наверное. Скорее всего. Варили заткнись, замолчи, как тебе не стыдно что-то говорить. И вы вот приняли это на службу и верите до сих пор. Вы до сих пор верите в то, что это вот так работает. Что можно сказать что-то не то. Вот. Хотя. Если вы задумаетесь. А то, о том, а как же можно вообще сказать что-то не то? Как, как можно сказать что-то не то? Как это, ну, вот как возможно вообще сказать что-то не то? Да? Например. То вы увидите, ну, достаточное количество незастыковок. Потому что я бы очень хотел, чтобы вы вот как-то подробно что-ли, описали, как может в принципе сказать что-то не то. То есть, ну как это возможно, как возможно это. Для меня это вот в данном контексте не совсем понятно. Дальше. На работе была такая ситуация, одна девочка почему-то решила постоянно на меня навить, не очень понятно всё. Две слова, видимо я во время её на место не поставил и из-за её давления я даже уволилась. Видите, как-то сразу взаимодействие с людьми, да, это вот поставить на место. Ну то есть, либо я поставлю на место, либо меня поставлю. Но ключевая мысль здесь, на мой взгляд, совершенно очевидна. Это мысль о том, что у людей есть своё место, куда их, людей нужно спрятать, чем вы, собственно, и понимаетесь, и чем занимаются люди по отношению к вам. Это, конечно, всё довольно грустно, потому что здесь довольно стереотипно такое представление об окружающих и о себе в том числе. Вот. Я уж, конечно, на вас, как вы говорите, навислять, не потому, что вы не поставили её вовремя на место, а потому что вы неуверенны в цепи. Вот. И, в принципе, всё. Дальше. Из-за её давления я угодил. Ну, опять же, как ощущалось с вами давление? Т.е. Вот как воспринимаю с вами её давление? Ещё у меня проблема в том, что я совершенно не могу за себя заступиться. Это начинает на меня тут говорить, но если начинается я сидю, молчаю слезы, кататься, поставить голову никакой подходящий ответ, чтобы этот отпор не идёт. Ну, здесь я от чести уже давал небольшой комментарий. Вот. Говоря, например, о том, что по какой-то причине вы воспринимаете это на свой счёт. То, что люди вам условно говорят. Вот. Вы именно вот принимаете на свой счёт то, что говорят вам другие люди. Вас это вызывает. Ну, есть причина, по которой масса занимает. В первую очередь, работать нужно с этим. То есть, не стараться давать ответы какие-то и соревноваться в том, кто более остроумен и так далее. А именно идея в том, чтобы всё-таки не задеваться. Да. Чтобы всё-таки вот эмоционально не вовлекаться в этот процесс. эмоционально не соглашаться с тем, что говорят про вас. Условно говоря, вот, ну, другие люди. А вы, пока что, соглашаетесь. Вот, что важно. Вы соглашаетесь с тем, что про вас говорят. Именно поэтому вам так и неприятно. Собственно. Собственно. Потому что, если бы вы не соглашались, то вам было бы гораздо легче, если бы вы не были согласны с тем, что вот говорить, например, девушка, о которой вы ведёте речь и так далее. Дальше. Дальше. Как назначить телебрацию? Несколько ничего не надо не взять. Я ничего не знаю. Это, видимо, просто нравится не взять, просто как меня. Ну, понимаете, какая штука? Так, чтобы вас унизить, нужно вас задеть. То есть, чтобы вас унизить, нужно сделать так, чтобы вы, собственно говоря, согласились с этим. Пока вы с этим не согласитесь, вас унизить нельзя. Из этого вытекает, я надеюсь, такой не самый сложный вывод относительно того, что унижают не вас, а вы унижаете себя. Постоянно. Но люди, которые рядом с вами чувствуют это, озвучивают вам это. Вот. Тоже такой достаточно, ну, достаточно важный момент. Люди озвучивают вам то, что вы думаете о себе. Вот. И вот это задевает. К сожалению. Вам это не нравится. Вы предпочлили бы, чтобы этого не было. Возможно, вы даже боитесь, что вам откроют это. Вот. Вот. Ну. Мне зависит. От этого ситуация не меняется. После таких ситуаций на работе, я очень долго не могу прийти в себя, оплачивая одиночество. И сотни раз подумываю, почему так происходит. Ведь если бы я общался со всеми, никто бы даже не подумал на меня, но не жал. Нет, нет, нет. Наезды не всегда связаны с тем, общаетесь с кем-то или нет. А вот из-за чего вы плачете, большой вопрос. Что именно вызывает слезы? Вау. Я думаю, проблема у меня идёт и с детства. Вы прикладываете ответственность. То есть, конечно, детство влияет, но то, что вы и так вот сходу говорите о детстве, всё-таки это какой-то степень попытка переложить ответственность за себя на детство. Потому что, ну, это было в детстве. Сейчас, как бы, я за это не отвечаю. Вот. Я вернулась с бабочкой мамой, где-то только в шесть пошла в садик, до этого сидела дома с бабочкой. Обратите внимание, ваша мама осталась с вашим папой, да, и не встретила, судя по всему мужчину, другого. Ага. Так. Я была живым ребёнком, со всеми разговаривала. Помню, в садцу в садике она мне очень в память хорошо отложила. Я пришла к девочке и спросила, твоя мишка, у неё в руках была панда. Она ответила мне, что это не мишка, а это панда. По факту, вы в соответствующих вас лечили в ошибке. И вам стало стыдно за то, что вы ошиблись. Но вопрос только в том, откуда стыд ошибки, откуда отрицание ошибки. Нет, нет. Так. Потом в школе в первом классе мне почему-то очень захотелось потратиться с одной девочкой. Я за ней ходила, подражала, подражая её по-доброму. Ну, во-первых, подражание – это всё-таки обесценивание себя. Я боюсь, вы не то чтобы хотели подружиться с ней, вы хотели быть такой, как она. Она это почувствовала, ей стало неприятно. А то вас она видела с самой собой. Я помню, так, сказание это было грубо, потом я в разговариваю значение. Но, опять же, вы ничего не пишете, вы просто говорите, что это было сказано грубо. А как вы восприняли то, что вам это было сказано грубо, вы не говорите. Дальше, по-другому студенчеству мне повезло, там были нормальные девчинки. Что значит нормальные, непонятно. Подружились нормально. Что значит нормально. Я до сих пор по работе тоже понравились нормальные дружелюбные коллеги. Знаете, вот такое ощущение, что дружелюбие со стороны людей является определяющим. То есть, не ваш внутренний заряд и нацеленность на что-то, а именно дружелюбие. То есть, такое ощущение, что у вас самой каких-то глобальных, важных для вас целей, которые были бы важнее других людей, нет. Так, вот на последней работе я себя почувствовала, как в школе. В школе точно так же была девочка, которая постоянно меня унижала и говорила, какая я не такая. И опять же, она говорила то, что вы, скорее всего, сами о себе думаете. Она сказала вам то, что вы мне дошли. Соглас. Как преодолеть этот барьер? У меня как блок стоит, я не могу просто стоять таким людям, крикливым, наверное, да, крикливым людям. Начинаю их бояться, чтобы просто разговаривать. Ну, здесь опять же восприятие крика. Вот. Собственно, я работаю нашим оценкой. Работаю с вашими чувствами. Вот. Я бы сказал, что у вас есть проблема, знаете, вот, Ком Готли, да, это, по факту, вот, ну, запрет на отреагирование. И вы обидчивы достаточно. То есть, прямого выражения своих чувств у вас нет. Есть косвенно. И обесценка. Различного рода обесценивают. В том числе и вот стыд. Да, я думаю, что детско-родительские отношения, конечно, здесь важны, безусловно. Вот. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы не преувеличивали значения их, чтобы вы все-таки оставались в границах своей ответственности личной. На этом все. Я надеюсь, что помогу вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова